Депутаты Мажелеса парламента с рабочим визитом посетили рудный. Избранники народа спустились в шахту «Соколовская», где работникам опасного производства разъяснили ряд положений нового законопроекта. Согласно изменениям, теперь горняки и шахтеры могут выйти на пенсию в 55 лет, а также им положены пособия и выплаты. Альберт Рау и Екатерина Смышляева встретились с шахтерами и горняками на глубине 600 метров. Депутаты Мажелеса парламента рассказали о новом законопроекте, согласно которому работники опасного производства имеют право выходить на пенсию в 55 лет. Благодаря внесенным в социальный и трудовой кодексы изменениям вводится социальная выплата. Всего выплат 4. Они будут фиксироваться из разных источников. Эти средства не будут облагаться подоходным налогом. На сегодняшний день закон принят. И нам было, что сегодня рассказать нашим горнякам, нашим подземщикам о том, что закон начинает работать уже с 1 января. Президент поставил задачу, чтобы этот закон начал работать. Закон подписан. Поэтому есть с чем, что называется, встречаться. Конечно, вопросы будут. Как это будет работать? А жизнь покажет какие-то вопросы? Но тем не менее люди с пониманием относятся, что все-таки этот вопрос решен. Своё первое место работы Альберт Рау посещает с особым настроением. Так как депутат когда-то после окончания вуза был направлен по распределению в подземный рудник. Здесь он даже встретил одногруппников. Им и другим специалистам, работающих в тяжёлых условиях труда, Екатерина Смышляева, пояснила о сроках выхода на заслуженный отдых либо смене рода деятельности. Это первый шаг. В ряд профессий туда попали, в этот список. И на сегодняшний день уже будут обеспечены. Подчеркну, что тот, кто получает пособие, то есть соглашается на пособие, он должен покинуть рабочее место с вредными и опасными условиями труда. Но при этом он может работать на любом другом, более лёгком рабочем месте. То есть и получать заработную плату, и получать пособие одновременно. Это к слову о том, что пособие всё равно оно достаточно большое. И снижение доходов в любом случае у работников будет. Кроме того, отмечают депутаты, предложены нормы по совершенствованию системы обязательного страхования от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей. В частности, возмещение страховыми организациями расходов работодателя на превентивные и реабилитационные меры в обоих случаях до 6% от суммы страховой премии. Айдана Папанина, Алексей Руденко, телеканал Костанай.